МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Повысить квалификацию или освоить новую профессию. Как в Зеленогорском центре занятости помогают в трудоустройстве людям предпенсионного возраста? Это проще для самого лица предпенсионного возраста, потому что он сам может выбрать организацию, он сам может найти себе курсовую подготовку. Память о героях. В Каннске после реконструкции открыли мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Очень приятно, что в нашем городе действительно знаковые места обновляются, обновляются достойно. Это очень важно для нас, для будущего поколения и для наших ветеранов. Будущие политики и предприниматели. Более двухсот ребят из разных территорий края встретились на финальном этапе молодежного проекта «Новый фарватер». На сегодня каждая территория представляет по одному успешному опыту. Я думаю, это будет интересно. Освоить новую профессию или повысить компетенцию по уже имеющейся специальности сегодня такая возможность есть у людей, которым до выхода на заслуженный отдых остается менее пяти лет. По замыслу разработчиков национального проекта «Демография», действующего в России до 2024 года, это поможет людям старшего поколения оставаться востребованными на современном рынке труда. С недавнего времени возможности программы стали еще шире. Теперь незанятый предпенсионер или организация, в которой трудится такой сотрудник, могут воспользоваться образовательным сертификатом с оплатой обучения от государства. Это проще для самого лица предпенсионного возраста, скажем, потому что он сам может выбрать организацию, он сам может найти себе курсовую подготовку и уже заключить договор сначала с учебной организацией, потом прийти к нам, заключить с нами, и мы будем именно за него оплачивать уже обучение. Человек уже пришел, конкретно именно идет на свою профессию, какую бы он выбрал. При поиске учебных курсов необходимо обратить внимание на определенные программы и условия. Участие в этой программе возможно только один раз до 2024 года, либо до наступления пенсии. То есть те люди, которые уже воспользовались, они воспользоваться заново уже не смогут. Следует учесть и то, что оказывающие образовательные услуги учреждения должно иметь соответствующую лицензию. В Зеленогорске к таким относится техникум промышленных технологий и сервиса. Первые пять горожан предпенсионного возраста уже смогли воспользоваться новой услугой центра занятости и приступили здесь к обучению по профессиям кондитер, стропольщик и специалист по кадрам. Всего же техникум может обучить по более чем 10 профессиям. Причем взаимодействие со службой занятости является взаимовыгодным. В основном эти средства направлены на оплату преподавателям для закупки, обновления, учебно-материальной базы. С центром занятости работаем уже давно, сложились очень хорошие отношения. Готовим по профессиональному обучению, дополнительному профессиональному образованию. И в частности, в последнее время для лиц предпенсионного возраста. Если предпенсионер в период обучения не имеет постоянного места работы, ему предусмотрена стипендия – более 13 тысяч рублей ежемесячно. Всего в 2019 году профессиональное обучение через службу занятости прошли порядка 100 предпенсионеров. С внедрением образовательных сертификатов в будущем это число должно только расти. Желающих переобучиться ждут на консультацию в 19 кабинете Зеленогорского центра занятости населения. Это место, оно и слезами пропитано, и радостью. Это место знаковое для жителей города Каннска. 20 тысяч жителей ушли на Великую Отечественную войну, 7 тысяч из них не вернулись. Мемориал Победы торжественно открыт. Еще в начале этого года по предложению Городского совета ветеранов администрация города утвердила проект и провела тендер. И сейчас уже с полной уверенностью можно сказать, что все работы закончены. И любой житель города может увидеть, насколько преобразился центральный мемориал. Работа началась задолго до начала этого года. В 2017 году появилась сама идея, 2018 год был посвящен проектированию, а 2019 пришелся на саму реконструкцию. Когда начали сносить после 9 мая, ой, столько было всевозможных тут нареканий. Вот поломали, вот все это дело. Когда уже начали устанавливать эти колонны, то уже вид появился. Ну а когда уже появились надписи, эти плитки с фамилиями, конечно, тут уже люди начали воспринимать как должное, как нужное. На открытии присутствовали представители администрации, совета ветеранов, юнормейцы, а также депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он тоже оценил проделанную работу и отметил важность реконструкции мемориала, как показатель того, что подвиг наших дедов навечно в памяти. Это значимое очень место, такое, будем говорить, одно из главных мест города Каннска. Это место будет напоминанием для каждого из нас о том, что здесь увековечена память всех тех героев, жителей Каннска, которые отстаяли свободу и независимость нашей родины от фашистской Германии. Но данная реконструкция, можно сказать, получила одобрение практически всех. Место памяти выглядит крайне достойно. Гордость и радость за город берет, что восстановили это место, потому что на самом деле это было раньше, ну, такое разрозненное, где-то обломанное что-то. Работа проделана огромная. Мемориал очень хороший, я считаю, получился. Конечно, очень приятно, что прошла такая реконструкция. Очень приятно, что в нашем городе действительно знаковые места обновляются, обновляются достойно. Это очень важно для нас, для будущего поколения и для наших ветеранов. Юбилейную дату со дня Великой Победы, 75 лет, город сможет отметить уже с обновленным мемориалом. Достойно почтить подвиг героев, которые отвоевали ценой своих жизней мирное небо над нашей головой. Сезон заготовки хвойных деревьев для новогодних праздников в Красноярском крае начнется 1 декабря и продлится до конца месяца. По закону рубить ели самостоятельно запрещается. Их можно приобрести в лесничествах, либо на елочных базарах, которые начнут работать во второй декаде декабря. Сотрудники лесной охраны будут регулярно проводить рейды и проверять наличие разрешительных документов. За незаконную рубку деревьев предусмотрены штрафы от 3 до 4 тысяч рублей. Если ущерб будет выше 5 тысяч, нарушителям грозит уголовная ответственность. Эвенки, долганы, енисейские казаки. В Зеленогорском детском саду прошел фестиваль национальных культур. Дошкольники познакомились с историей родного края, с традициями и бытом коренных народов мира, многообразием животного, растительного мира и природных ресурсов. Педагоги организовали для ребят тематические фотозоны и мастер-классы по изготовлению амулетов, шаманских бубнов и кукол-круток. Завершился праздник народными играми, песнями и танцами. Завтра в селе «Малая минуса» пройдет зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Начало соревнований в 10 часов утра. В программе мероприятия бег на лыжах, подтягивания на высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя, поднимание туловища, из положения лежа, на спине и другие испытания. Команды победителей и призеры получат медали и грамоты. По результатам испытаний будет сформирована сборная команда, которая представит Минусинский район на краевом зимнем фестивале ГТО в Красноярске. В администрацию утвердили эскизы снежных городков. Их установят возле пяти железногорских елок. На площади Ленина, у Центра досуга, у ТК «Силуэт», в микрорайоне Первомайский перед ДК «Юность» и в поселке Подгорный около ДК «Старт». На всех пяти точках разные темы ледовых декораций. В администрации подчеркнули, в этом году горожан ждут сюрпризы. Планируется, что первый городок откроют 18 декабря на площади перед центром досуга. В этом году особое внимание планируют уделить безопасности территорий массового зимнего отдыха. Свои замечания по итогам прошлого сезона представили госавтоинспекторы. Не были учтены вопросы парковки транспортных средств, из-за которых могли внезапно появиться дети, которые выбегали с этих елочных комплексов. И поэтому этот вопрос в прошлом году мы также обсудили на комиссии по безопасности и приняли решение, некоторые изменения внесли. Сейчас это сделано своевременно. Всего на территории ЗАТО в этом году установят 10 искусственных елей. Встретить у себя финальный этап проекта, который считается визитной карточкой молодежной политики в Красноярском крае, высокая честь для Шарыпова. В этом городе такое мероприятие проводится впервые. В 2018 году команда стала первой в кейсовом чемпионате западного нового фарватера, который проходил в Ачинске. Именно поэтому сегодня собираются на своей территории. Каждая территория представляет по одному успешному опыту. Я думаю, это будет интересно для коллег. Они подчеркнут чего-то нового. Больше 200 участников из 14 территорий гостеприимно встречают активисты и волонтеры Шарыповского молодежного движения. Площадками проведения нового фарватера стали спорткомплекс «Сибирь», где состоялся кейсовый чемпионат, и молодежный центр города. Там провели рабочее совещание и презентации лучших практик каждой территории. Шарыпово представил на суд коллег опыт проведения школы КВН. Достижения шарыповцев в этом направлении высоко оценили в Агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Главная хорошая собранная команда, правильно выстроена работа. В работу должны быть включены абсолютно все, как и родители, так и участники, так и специалисты, и максимально все, которые могут к этому быть причастны. Вторым направлением нового фарватера в этом году стал кейсовый чемпионат. Эта форма работы с молодежью набирает популярность. Ребята получают в качестве задания жизненную ситуацию и должны придумать, как ее решить. Мы оцениваем, например, все ли флагманские программы включены в решение кейсового задания, насколько какие есть внешние источники помощи для ребят, например, партнеры-спонсоры, либо это там фондовая какая-то история, грантовые конкурсы. То есть насколько они, в принципе, ориентируются в отрасли молодежной политики. В рамках нового фарватера Шарыпова впервые посетил недавно назначенный руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития края Денис Антонов. Он отметил, что по итогам прошлого года молодежная политика в крае признана лучшей в стране. Но чтобы удержать планку, нужно, не растеряв хороших традиций, постоянно внедрять новое. Мы собираемся усилиться на направлении, которое связано с формированием молодежного кадрового резерва. Мы собираемся реализовать проект под названием «Молодежное кадровое агентство». Мы собираемся усилиться в направлении патриотического воспитания молодежи. У нас интересный проект создания регионального ресурсно-методического центра по патриотической работе, который для всех территорий края станет единой точкой входа. Итог зонального этапа проектов Шарыпова оправдал ожидания представителей отрасли молодежной политики. В общем зачете среди западных территорий команда Шарыпова заняла первое место. На втором месте команда Назаровского района. На третьем – Назарова.